Всем привет! И сегодня у нас будет док-влог о поездке к Грумю. У Грумя мы были недавно, перед Фанином днём рождения, но по нашей традиции мы всегда перед Новым годом тоже ездим в салон красоты для животных. Так как в новогоднее и рождественское время я много Фаню фотографирую и хочется, чтобы фотографии были красивые. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался и ставьте нам лайки. Мы с Фаней вышли на утреннюю прогулку. Снег у нас старый, поэтому, скорее всего, Новый год будет без снега. Я вернулась с ночной смены, очень устала, поэтому долго гулять не буду с Фаней. И к тому же, когда мы ездим к Грумю и к ветеринару, Фаня устает. У нас с Фаней есть такая традиция. Перед каждым её днём рождения и Новым годом мы всегда посещаем салон красоты для животных. Мы с Фаней погуляли, возвращаемся домой. Фаня будет кушать и отдыхать, а Груму мы поедем вечером. Мы с Фаней дома. Я Фаней помыла лапки и сейчас она будет завтракать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Фаня все съела. Тарелочка у неё пустая. Фаня одену вот такой вот комбинзон. Он нежно-розового цвета. У комбинзона вот такие вот штанишки и вот такие вот рукава. Фаня этот комбинзон носит несколько лет, поэтому рукава и штанишек уже выносился. У комбинзона вот такая вот тёплая подкладка. Комбинзон дутый и закрывает Фаней животик. С другой стороны комбинзон с другой стороны комбинзон малиновый и одену вот такие вот ботиночки. Полоски у ботиночек отсвечиваются в темноте. Одену эти ботиночки, так как сейчас поздно и темно, а они хорошо фиксируются на лапках. И одену вот такие носочки с сердечками. Покупала я их в магазине Максима. На ужин у Фани вот такая вот консерва Монш с индейкой и голубикой. Консерва итальянская. Перед тем, как ехать к Гаумеру, я Фаню хочу покормить, так как сейчас пять часов, а пока мы проездим, пройдёт ещё два часа. Я, кстати, Фаню сегодня очень неудачно причесала. Она растрепалась, но перед Гаумером причесывать её больше не буду. Когда вернёмся, если Фаня проголодается, я её ещё докормлю консервой и вкусняшками. Я Фаня одела, мы сейчас будем выходить, встретимся на улице. Мы с Фаней вышли из дома, идём на остановку, чтобы ехать к Гаумеру. У нас идёт мелкий дождик. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы уже с Фаней доехали до Нордики, идём в зоусалон Пиццити на Гауминг. Несмотря на то, что сейчас зима, мы приехали на стрижку накануне Нового года, 30 декабря, идёт дождь, словно осень. Из всех торговых центров Вильнюси я больше всего люблю посещать Нордику, так как здесь стоит вот такой вот олень, украшены двери и сам торговый центр мне кажется красивый. Несмотря на то, что я была в Каунасе в Икрополе и там действительно очень красиво и празднично всё сделано, в Нордике попроще, но в Нордику я приезжала в то время, когда только планировала завести Фаней и что-то покупала к появлению щенка. Я уже в торговом центре, иду по Нордике, Фаня у меня сидит в сумке и мы идём в зооцентр Пиццити на стоюшку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 мы с вами находимся возле нашего дома от нодики до дома доехали всего за 10 минут так как ехали на такси а если бы ехали автобусом дорогой то заняла бы около часа сейчас вами гуляем так уже девять часов и на вечернюю прогулку я уже бы не хотелось не идти мы с фаней дома я фаней помыла лапки груми фаней сделал вот такую вот красивую прическу я фаней дала вкусняшку и она сейчас ее кушает а и и и и и и и Спасибо. Спасибо. Садила в магазин в Синукой и Кико. В Синукой купила вот такой вот адвент календарь для собачек. Эти календари распродают. Он стоил что-то около 4 евро. В календаре вот такие вот будут косточки. Потом купила вот такую вот игрушку, куда можно прятать вкусняшки. Купила собачке женщине, с которой я работаю, и мы как-то хорошо сдружились. А самой моей знакомой с работы я подарок дарить не буду. Хочу просто подарить собачке. Также в магазин в Синукой купила консерву с олениной. Потом сходила в магазин Кико. Там сейчас акция. Два шампуня покупаешь, а третий идет в подарок. Я купила паробники. Хочу попробовать вот такие вот шампуни. Говорят, что это хорошая линия. Шампунь называется Таро. Купила шампунь с кератином. Этот шампунь улучшает рост волос. А этот восстанавливающий шампунь. Хочу проверить, может быть, они подойдут. И перейдем на косметику Таро. От фирмы Эдгар Коппер я купила две вкусняшки в виде батончиков. Эта вкусняшка ягненок, говядина, яблоко, свекла и морковь. А эта вкусняшка ягненок, шпинат и сладкий картофель. И также от этой фирмы купила две консервы. Индейка. Консерва в рождественском оформлении. В консерве 150 грамм. Не знаю, будет ли Фанни или кому-то положу в подарок. Потом купила вот такую вот перчатку от фирмы Конг, чтобы сложить вкусняшки из Адвент Календаря. В прошлом году у меня плохо умещались вкусняшки, а в этом году очень много куплено Адвент Календарей, на которые я буду снимать обзор. Потом от фирмы Конг купила вот такого вот пингвинчика. Это новинка. Их в этом году очень быстро разобрали. Сегодня, когда мы приехали в магазин, то оказалось, что их только утром привезли. Потом взяла вот такие мячики от фирмы Конг. Они зимние, с пингвинчиками. От другой фирмы купила вот такого вот гнома. Фирма называется Дива Плюс. Есть игрушки и для котиков, и для собачек. Мне просто этот гном очень понравился. Утром, когда я вернулась с ночной смены, ездила в кондитерский магазин Рута за сладкими подарками. На новогодние сладкие подарки дали скидку хорошую, и я решила съездить. У фирмы Рута было 6 сладких подарков. Три с монстриками, а три с кроликами. Я докупила с кроликами. Купила вот такой вот замок. Потом вот такой вот большой подарок. Называется Зайчий подарок. И с другой стороны нарисовано, что внутри. Но, кстати, это не очень интересно. И еще подарок в виде домика. Тоже нарисовано, что входит в подарок. Мне кажется, что такой подарок я несколько лет назад покупала и снимала на него обзор. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Тот, кто не подписался. Ставьте нам лайки. А мы вас с вами очень любим. Желаем крепкого здоровья. И ждем в нашем следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok